Увеличили среднюю заработную плату до 14 тысяч рублей, установили более 700 приборов учета и отремонтировали 105 многоквартирных жилых домов. На заседании коллегии чиновники подводят итоги социально-экономического развития заводского района за 2009 год. Главной задачей на текущий год остается благоустройство территории. Глава администрации района уверяет, сейчас коммунальным службам активно помогают предприниматели, поэтому многие парки и улицы привели в хорошее состояние. Однако, например, проблему стихийной торговли решить очень сложно. В администрации района было проведено 15 выездных совещаний с гражданами, осуществляющие незаконную деятельность на территории района. В результате активной совместной работы с милицией в течение всего года к осени 2009 года удалось ликвидировать два стихийных рынка по улицам Барновойска на 1.11 и энтузиастов на 31. Всем тем, кто торговал незаконно, предлагали места на одном из рынков района, так как сегодня лишать людей работы тоже нельзя. Ведь только в начале прошлого года на биржу труда встали более 2000 человек, еще около трех под угрозой увольнения, чтобы снизить количество безработных, в администрации заводского района организовали специальный штаб. Самое главное – это работа. Работа – это бизнес. Там, где люди могли бы работать, зарабатывать деньги не только себе, но и обеспечивать казну, производить тот товар, который бы пользовался спросом не только на территории города и области, но и за ее пределами. Еще одна не менее важная проблема – рост задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Сейчас долг перед поставщиками более 200 миллионов рублей. Местные власти уверены, все это из-за того, что многие жители просто потеряли работу. Задолженность у нас имеет 77 человек по району. На сумму вот практически 10 миллионов рублей. Вот такие у нас цифры. Но в целом сбор населения за жилищно-коммунальные услуги за прошлый год у нас составил 96,2%, что совершенно, могу сказать, неплохо для той ситуации, которая была. Олег Грищенко уверен, сегодня в каждом районе проблемы практически одни и те же. Но то, как их решают, целиком зависит от глав администрации. Где-то по хозяйственной, типа Прокопенко работает, схватился и тянет, тащит район. Насколько у него возможность позволяет это делать в том скудном бюджете, который мы имеем, к сожалению. И в тех рамках ограничений, которые у него есть. Законных я имею в виду. Глава города считает, что власти заводского района с задачами прошлого года справились. И сейчас самое главное не останавливаться на достигнутом ни в этом, ни в следующем году. И в свою очередь заверяет, городские депутаты будут помогать решать наболевшие вопросы. Ксения Зубина, Антон Романов, ТВ-центр Саратов.